Музыка Приветос Амигос, вот и состоялся. Вышел патч, порезали арту, порезали командиров. Насколько катастрофично возникает вопрос. В этом видосе я хочу затестить именно арту, посмотреть, сколько же она теперь будет накидывать, теперь, когда уже перезарядку ей зафиксили. Значит, у Палатоса моего перезарядка стала 10,5 секунд. Была, напомню, что-то около 4 секунд, да, между выстрелами. Но очень быстро перезаряжалась. Барабан ПЗ-2000 вообще вошел в легенды. Он перезаряжался за 3 с копейками, теперь он перезаряжается на 10 секунд дольше. Да, кстати, насчет микрофона можете пока не ванить. Я еще только учусь его настраивать. Плюс я попозже еще украшу комнату звукопоглощающими панелями. Они же пылесборники, они же поролонки, они же... О, Господи. Да, это будет чудовищно смотреться, но на какие жертвы только не пойдешь. Да, и попозже я еще на втором канале запишу звук с гарнитуры, а то многие не понимают. Говорят, что да и со старой гарнитуры звук был отличный. Я так понимаю, что просто у всех наушники разные, через которые они слушают. У кого наушники более покруче? Те слышали все косяки гарнитуры, те слышат, какой сочный звук выдает нормальный микрофон. У всех остальных их устраивало плоский низкий звук, похожий на рацию, которая выдает гарнитура, а объемный звук микрофона, он звучит как из ведра. Да, бывает. Значит так, что эту щелку? Я хотел показать что? О том, что перезарядка, в принципе, от нерфа командиров на некоторые техники, за которые больше всего боялись, она практически не пострадала. В частности, ERC хвалили за адскую перезарядку. Вот адская перезарядка у нее и осталась по моим меркам, но 4 секунды перезарядка, это очень быстро. Это очень выгодно, тем более, что можно поставить и будет 3 с копейками. Ну, было, да, у кого-то там 3 секунды, а то и меньше, вроде как писали, я уж не помню. Но очень быстро. Но, в общем-то, ожидалось, что будет перезарядка секунд 5, я так понимаю, многими людьми, которые боялись этого патча. Но ничего подобного. Мои Абрамсы как перезаряжались 5 секунд с копейками, так и продолжают перезаряжаться 5 секунд с копейками. Возможно, потому что товарищество Урапаева так и дает 10%, как и давало. Но это, на самом деле, описание такое, как я понимаю. На самом деле, перк порезан. Вот, даже можно, смотрите, если посадим сюда какого-нибудь Мирамона, у которого теперь перк на перезарядку дает только 6%, видите, перезарядка становится только лучше, значит, у Урапаева перк стал меньше. Но никакой катастрофы не случилось абсолютно, кроме как для Арты. Вот Арте, как я понимаю, как я вижу, все-таки негласно или гласно. Хотя я патч-ноуты просмотрел и даже видео сделал, но я что-то не видел там статьи по нерфу Арты. Видимо, нерв какой-то в этой игре стал негласный. Опа, денежки порезали, опа, технику порезали. Ну, потому что не может у Арты так перезарядка пострадать из-за нерфа командиров. У одной единственной Арты, у всех остальных от командиров ничего почему-то так сильно не опустилось. Ну да ладно, посмотрим, каковы масштабы бедствия. В общем-то, надеюсь, что хотя бы очередь поиграть на Арте стала поменьше, потому что я-то уже оборудование, слава богу, за время всех этих акций прокачал. И не только его, и теперь у меня дефицит бюджета. Как будут качать теперь остальные, те, кто еще не успел. Значит, на Паладосе у меня средний дамаг за бой 3000. На Пазике 2000, но он мне меньше нравится, он не так крут. На нем 2700, это при том, что я... Нет, ну на Паладине мне нравилось поигрывать. Вот я наиграл 100 боев, чтобы там не писали про Артоводов, а Пазик вот мне, ну, совсем не нравился. Просто, знаете, мне нравилось, когда меня сольют на каком-нибудь Танечке, и психанешь, так заходишь на Арте, накидываешь там тысяч 7 дамага за бой, и такой, ну все, отомстил, отомстил. Ладно, в общем, будем ориентироваться вот на эти параметры, что Паладин средним накидывает 3000 за бой, Пазик 2000. Но почему такие цифры? Потому что были бои, когда меня убивали прям вот практически с нулем урона, когда прилетала эта злоебучая машинка с пулеметчиком, да, которая Краб и просто забирала меня на глазах у всей моей пассивной команды. Так что будем ориентироваться на эти цифры, но вообще за удачный бой, если Арта не слилась, она накидывала от 5000 дамага и выше, и та, и другая. Поглядим, что будет сейчас. А вот и вернувшийся в строй реактор. Кстати, очередь на Арте меньше вообще не стала. С покупкой это никому интересно. Очередь, я бы даже сказал, даже подросла. Сейчас 220 самоходок в очереди стоит. Мне кажется, что просто все хотят испытать, как оно изменилось. Так. Ну что, попробуем? Блин, вот теперь с перезарядкой промах, конечно, промах будет расстраивать гораздо больше. На ходу уже оголтело, не покидаешь. 262. А, все-таки он это мне. Теперь, пока Арта перезаряжается, можно что-нибудь написать, что-нибудь понажимать. Так, ладно. Че, он там сюда уже доехал? Его ждет плюха номер два. Чисто-чисто до бабочки. Давай, чувак, не подводи меня. Ага. Вот он, нашелся. Че, перехотел сюда ехать, что ли? Так, я вижу, что мы дамбу форсируем, надо дыма кинуть. Интересно, а я не могу заряжать снаряды первого и второго типа и между ними быстро переключаться, как между световым снарядом и боевым, например? Кстати, ствол-то один, как это работает? Бум. Ровно по 262, по 263 сплэшем наносит Арта. Смотрите, как... Никакой рандомности, чисто вот высчитывается, видимо, расстояние. Говорится, ага, здесь урон должен быть вот столько. Как он тормознул, слушайте, а? Прямо как в том ролике, где Леопард несся на толпу работников завода, как я понимаю, в смокингах, и резко остановился за ними. Но сейчас должно было больше, по-моему, сплэшем нанестись, что-то совсем уж как-то. Сейчас они встретятся там жопами, нет? Да. Такое ощущение, что всё-таки сплэшевый урон немножко стал поменьше, потому что вот... Ну, совсем рядом падают... падают снаряды. И совсем ничего не наносят. Но Челик... Челику не повезло. Челик... Челик это не та корова, которая может быстро на своих копытцах убежать от выстрела. Так, ну чё, уже полторы тысячи дамага я накидал. Ну, сюда хер попадешь, конечно. Сплошно. О! О! Эта арта хочет войны! Она её получила бы, если бы я не хотел просто... Просто понакидывать дамага и посмотреть, сколько это возможно. Ой. Ой, а кто это торчит? А кто это торчит, смотрите. Кстати, а кто это торчит? Бум, блядь. Ой, блин, шо суток. Я уверен, что это даже не эта арта по мне стреляла. Я уверен, что стреляла другая. Ой. Ой, а кто это тут на ладан? Ой. Всё. Даже на ладан уже не дышит. Так. Чувак с ником зомби. А кто это торчит опять здесь? А? Кто это... О, кто это сдриснул? Ты посмотри. Всё равно ему сломал пушку и телевизор. Теперь им будет в танке скучно и косо. Так, 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 так. Это в меня, в меня. Нет, не в меня, смотри. Я думал, арта захочет отомстить вообще-то. Так, ну что? Давай, не подводи меня. Нет, смотрите-ка. Ну да, там трудно было угадать, куда он оттуда поедет. Так, вот этот товарищ, я смотрю, любит выезжать. Там опять арта по мне что-то сплэшнула на 125. Смотрю, вот этот товарищ любит выезжать, давать плюху. Он уже примелькался. Самое время ему бахнуть по черепу. Ну где он там? Он прям почувствовал, почувствовал, что за ним следят. Та-дам! И есть, и есть попадание, еще 400. Но уже 2700. Да, пятюню теперь накидать довольно трудно. Хотя на реакторе и раньше это было непросто. Вот на какой-нибудь там нефтепроводе. Да иди нах. Ну что злой такой, братишка? Ну что, я же тебе покушать принес. Ой-ой-ой, 438 по Абрамсу критануло. Вот это вообще влетело. Ой, нормально. Уже. Так, за 3000 дамаги. Ну, в принципе, что, перезарядка стала в два раза медленнее. Поэтому и дамага. Ой-ой-ой, там что, уже прорвались? Что-то кто-то едет? А кто у них? ЭТ-шка только если. Да ладно, чувак. Во. На нахер. Забавно, забавно. Это там так и тусит за своим домиком. Ой-ой-ой, мы дамбу проср... Ой-ой-ой. А, мы вообще решили все проиграть. Отлично. А что бы, собственно, и нет, да? Нахрена нам эти ненужные... Эти какие-то там победы. Не знаю, едет ли он, не едет. Не ехал. Так, ЛТ-шка. Ну, ПЛТ-шка из арты, ну, вообще нет смысла. Если вас... Вам надоела арта, берите ЛТ, качайте. Серьезно, вообще не попасть. Только если угадаешь, куда он поедет. Ну, смотрите, он раз остановился, ну, просто жопа. Бессмысленная трата времени и снарядов. Куда, куда, куда? Все, вот я и настрелялся, в общем-то. И Т-шка приехала. Все. 3 800 дамага в команде сирых и убогих, естественно, которые вообще ни на что не способны. Но, в общем-то, я успел пострелять. И если бы арта моя заряжалась так, как заряжалась раньше, ровно за это же время, я бы как раз и успел накидать что-то около пятерки. А, но... Теперь 3 800. Все равно это больше, чем средний урон на... Да-да-да, мы проказы не слышали, да? Мы птурами будем стрелять. Господи, кто же тебя в клан-то взял? Будда, ты, что ли? Иван, ты что, ник сменил? Как ты? По 90-му, у которого весь лоб в дырах. Мы птурами, давай. Да ладно, а что ты их выключил? Снова реактор с другой теперь стороны. На самом деле, это уже третий бой на этой арте. Я пытаюсь записать два предыдущих. Мне попадались команды, состоящие из последствий вот этих вот акций по привлечению аудитории. То есть народ из картохи поприходил. И стадом едем налево, стадом едем направо. Фланги не слышал. То есть меня просто два раза приехали с флангой и разорвали. То есть я даже вообще ничего не успел толком сделать. По тысяче дамага накидал. Но, как я сказал в начале видео, вопрос в том, сколько арта сможет накидать дамага за нормальный бой с нормальной командой. Что в команде сборной Атлантиды, блядь, куда провели интернет с помощью этих акций. И арта ничего не накидал ни сейчас, ни раньше. Что-то он перезарядкой, нерфы вообще ни при чем. То есть, ну если машинка прилетает и забирает, то есть, ну при чем здесь скорость перезарядки? Ни при чем. Просто невозможно. Невозможное просто сборище раков. Поэтому акции-то, конечно, хорошо. До известной степени. Просто, блядь, Катюша сюда работает, что ли. Что за херня? Как охота мне напиздюлять-то, а? Смотри. Поехал, Пазик. Ну вот, если с грамотной артой в команде, то можно просто кидать свет и вдвоем арту заваливать. Но я сомневаюсь, что... Мой напарник на арте в этом не захочет хоть как-то помочь. Бум, посраки. Ну что, под третий снаряд попадет? Нет, он все-таки догадался, видимо, сменить курс, скорость, что-нибудь поменять. Странно, что у меня тоже в команде Пазик. У них два Пазика. Раньше просто одни паладины были. О, молодец, арта. Кидает, кидает. Блин, я не знал, что он под свет заедет сам. Ну что, интересно, крыша-то пробьет фугасный снаряд? Сейчас, я так понимаю, они кидают теперь уже не по мне, а теперь в немилость попал мой кореш по команде, да? Сучка, отъехала. Ладно, придется... Придется по танкам поработать. Непонятно, почему снаряд... А, вот, наконец-то. Все-таки он туда залетает, да? А я смотрю, светом не пользуются. У них, наверное, не прокачаны световые снаряды. Ну, 10-15 счет. Ёпта, опять, ну пиздец. Ну что за... Предлагаю сделать этот, бэкап, нахуй, этих акций в жопу. Нахрен этот онлайн, состоящий из этих картофельных клубней. Пусть сидят в своем, блян, слоупочном. Ой, блян. Это просто вообще... Это такая боль... Все, вон XM8 уже сюда едет. Там 90 едет. Хрен куда уже убежишь. Хоть одного убить-то, ёбаный позор, блядь. Сука, он что, за камень встал? Где он там стреляет? А, нет, XM не сюда едет. Смотри-ка, хорошо. Можно успеть отсюда немножко поддриснуть. Скорее всего, не поможет, конечно же. Вот именно пазику с командами не везет. Паладин сразу. Как попал, так нахрен нормальный бой. Какой-то нормальная команда. Это, опять же, к вопросу о том, есть тут череда поражений в этой игре запрограммированная или нет. Просто, я не знаю. Если бы хотя бы через один бой это все чередовалось, было бы хоть не так палевно, не так заметно, но... Хопа, раз победы подряд. Хопа, раз поражения. Подряд, 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 подряд. Только на, ёптать. Ну, чё за... Да... Отлично, Абрамс, ты тут как нельзя вовремя. Ну, давай, я в ПТ-режиме сейчас. Сука, на, ёптать, бля. Ай, на. Чё, кто? Высунься, давай. Сука, на, сплэшем, нахрен. Давай, Абрамс, держи, сейчас я барабан заряжу, ещё накидаю. Трёшку накидать было бы замечательно. Абрамс, давай танку, ёптать. Куда ты, нахрен, пятишься? Су-90-го сняли с пробега. Ну, не едь ты назад. Ну, стой ты, блядь, ровно. Всё равно... Всё равно пробьют... Всё равно по тебе фугасами бьют. Опёздал. Я же не могу прямой наводкой за этого стрелять. Сука, падла. Сейчас ему плюху дадут, я... О! Ну, чё, она разрядилась? Вроде нет. Пошёл, нахрен. Да, ёптвою, откуда? Ну, это этот, что ли? Сука, залез повыше. О! Ай! Ой! Куда, блядь, ствол стрелять? Непонятно. Ну, 3000 дамагов в крабовой тиме. Кое-как накидал. У них вон арта вообще фиолетовая. Своего вида где-то пиздануло. Нервы, наверное, не выдержали. Абрамс, ну ты гуси. Ну, так ёптить. Если арта уже из-за поворота воевать начинает, как вы думаете. Кстати, вот эти 10,5 секунд перезарядки на паладине, это не самая топовая скорость. Можно больше разогнать, просто у меня на смену оборудования кредитов нету. Я уже коплю на девятку, на танк. Там ещё 10 лямов нужно. Мне, честно, не до этих конфигураций. И тем более, что, ну, одно дело, когда была маза разогнать перезарядку до 6 секунд. Другое дело, когда у вас, ну, вместо 10,5 будет, наверное, секунд, ну, 9. То есть, ну, разница такая. Я не скажу, что она прям вот что-то решит. Для меня, по крайней мере. Вопрос одной секунды. На танке, в принципе, или на арте. Но я не думаю, что он какую-то погоду делает. Так, ну, чё они? Какой дорогой поедут? Оп. Риета. Уже, уже и к скале притёрся, уже. Всё равно выхватил, плюхинтий. Ну, свич, ты не свич, ты овощ. Почему ты здесь ещё стоишь? Так, ну чё, где мои любимые танчики, которые стоят на изломе? Вот они, красавцы, вот они. Бам, 90-му. Куда ты проехал? 421, отлично. Вот паладин вообще, вот красава, арта. Вот выехал, плюху дал, одну мощную такую, смачную. Всё, ушёл. Пазик стоит, разряжается в этот момент. По нему кидают уже. Бам, ещё 460, да. По-моему, вот не насчёт пазика надо было вайнить, что у него перезарядка атомная, а насчёт паладина, который просто накидывает. От души. Где они там стоят? О-о-о. Я надеюсь, они не уехали. Мне впадло их светить. Уехали. Ладно, переживу. Кто-то ещё? Чёрт, так хочется выехать на прямую наводку и позакидывать. Собственно, почему бы этого и не сделать? Тут он и укрытие есть. Я понимаю, что арта здесь никогда не стоит конечным. Не понимаю, правда, почему. Ну, вон, смотрите, девяностик. На форум ныть, резать арту, ванить, да. После каждого убийства артой, где-то на форуме создаётся одна тема. О том, что мне надо нерфить. Так, дайте-ка я. Эй-эй-эй. Ой. Кто-то показался и залез, и за гор. На-те, фугасным. Ай-эй-эй. Жаль-ка. Что не очень-то задамажил. Ну, почему ты не попал, наёмая? Он там так стоит, как-то, блин, тоже непонятно по-албански. Где он? Почему я вижу его только на миникарте? Вообще странно. Это арта-призрак. Так, ладно. Больше делать нефигу, я так понимаю. А если мы внезапно кинем плюху отсюда, по рьете. Бам. Да, по рьете, вот дамаг не очень. Вот по советским танкам дамаг проходит просто вообще классно. По иноземным что-то не очень. Наверное, это связано с тем, что у совков дыры в броне повсюду. И спереди, и сзади, и где хочешь. Да, я не интересен вражеской арте, я так понимаю. Рядовой оленёнок, офицер. Два пятнистная арета. Не подвони меня, 430. На гуслях, на двух вообще. Интересно, две гусли чинится в два раза дольше, чем одна или нет? Крит повреждения гусеницы. Как так? Я хочу сказать, что, кстати, завезли, походу... А, нет, не завезли. Оптимизацию. Когда арта стоит на месте, 60 фпс. Стоит поехать сразу 30. О. Нифига ты. Борзый тип. Давай. Да что ж так быстро снаряд-то долетел? Что-то я не понял. Кто это меня? А, 90. А, вот и всё. Вот я и наигрался. Варьер приехал. Нет, кто-то ему там накидывает ещё что-то. Смотрите. А он сюда-сюда заворачивает. Команда не смотрит ни на мини-карту, никуда. Ничего. Зачем? Ну, либо я его, либо он меня. Давай. Бам! Ха-ха-ха. Джекпот. Охота в чат написать. Ну, чё? Нашёл? Ха-ха-ха. Оторвём Ариете жопу. Ай-яй-яй. Ой-яй-яй. Четыре фрага, кстати, на арте. Вот вам и порезали. Так, ну что? Где... Где кого можно найти? Давай, не подводи меня. Ну, где ты? Сволочь. Оооо. А куда это мы едем? Попали. Ну, почему не нагуслилась-то, а? Ой, её четыре стоит кто-то. Ой. Ха-ха. Умер героем прям в атаке. Так, кто-то проехал базу. Значит, едет за мной, скорее всего. Попадание. БМПТ. Живая ещё, засранка. Это было пятитысячная. Пятитысячная плюха. Пятитысячная дамага. Воу-воу. Чё, у них арта ещё жива что? Не, 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 не жданчик. Я думал, она от неё давно уже... Офигеть. Ещё что-то, блядь, стреляет. Ты посмотри, а. Так себе пробитие. Да, ну медальку, скорее всего, мне никто не даст. Заслуги арты команда редко признаёт. Давай, заряжай-то нахер херню эту. Ой-ой-ой, вот та медалька. Шесть тысяч дамага. Вот вам и перезарядка. Десять с половиной секунд. Ещё фраг. Я это понял ещё до того, как снаряд долетел. Суит. Шесть-сто. Однако ты пропустил меня к арте, глупый, пишет Варьер, которому накидали полную жопу снарядов, когда он к этой арте проезжал. Да. Да, вот разница между паладином и пазиком двухтысячным. Вот насколько всё-таки барабанная арта сосущая, бля. И рядом не валялась ни по дамагу, там. Какой бы ДПМ ей не прописывали, я вот никогда на барабанной столько не накидывал, по-моему. Не, ну были, конечно, эксклюзивные случаи, но всё-таки вот на арте с альфа-дамагом вот играть намного проще. Ну, понятно опять. Горстями медали засылаю, о, баблишко пришло. Так, чё там? Ну, вражеская арта тоже по три тысячи накидала, наш три тысячи накидал, а это средуха у меня на арте, поэтому... Поэтому, в общем-то, арта в массе своей подогнана под среднестатистический дамаг. Но арта, у которой, видимо, есть полный нужный набор оборудований, да, хоть и не топовый, как в моём случае. Не то он вообще. То есть она всё ещё способна нахерачить, и нахерачить очень много. Так, ну, базику-то хоть интересно повезёт сегодня, или он рождён сосать, страдать и плакать только, блядь. Бугая корыта. Пора Германию завоёвывать, у них такие самоходки говёны. Да, да, не сравнивай игру и реальность. Зачем ты это делаешь? Сука, найдутся же, блядь, вот такие люди опять. Они всегда находятся, сука, я не знаю, откуда они лезут. Бля, как быстро 90-й летел, то всё равно опиздюлился на 300. Что как бы доказывает, что снаряд в арты летит быстрее, ё-моё, пока что. Да, ещё пару нерфов, нет, 90-е, смотрите, 90-е. Я даже не успел разглядеть в этом камуфляже теперь. Вот раньше, пока там смотришь на танчик, на какой-нибудь прицел, сначала, блядь, яда, что я, что ли, дым кинул? Сначала смотришь и определяешь по цвету нацию, его определяешь, потом уже разгадываешь, что за модель. Теперь все какие-то, бля, песочные. Ну чё, он ещё один Аптур вылетит отсюда, вылетит, на нахуй. Ой-ой-ой, давай. Ай-ой-ой, Прай, зачем тебе отъезжать? Стой, стой так, стой так, я всё улажу. Ёптой мать, чё, засветили. Ну, начало мне нравится. Вот, вот раш по заводу мне не нравится, а начало боя нравится. Херово то, что паладины сплэшем, вот они достают из-за этого камня. Пазик двухтысячный, нихуи... А вот и крабик пролетает, вот и крабик пролетает, да? Я говорю, что пазику двухтысячному пиздец, как не везёт, блядь, в боях. Просто, блядь, просто пиздец, какой он не везучий. Постоянно его, блядь. Либо арта сама заёбывает, либо прилетает вот эта вот мразь, нахуй, колёсная, и пиздец. И вот такие бои на пазике, просто вот, блядь, каждый второй. Да какой там, нахуй? Три из четырёх, блядь, пазик просто опиздюливается. В какой шикарной замеске, да нула. Хочу сказать, что, кстати, очередь на арте, хоть и стоит, в 230 самоходок, но... Время ожидания где-то минуты полторы-две. То есть раньше было на минуточку так побольше. Видимо, за счёт того, что пока были вот эти акции, хрен акции, да, там по 200, по 500 процентов, прибавилось количество всё-таки восьмёрок до девяток. Вот, девятые левелы, что ж, у них есть краб. Это значит, что пазику двухтысячному не повезёт моему уже через две минуты. Как обычно, это, блядь, бывает. Всё, что надо сделать, чтобы выиграть, вот, запомните, если вы видите меня в бою на арте, всё, что надо сделать, чтобы победить, это меня защитить от одного единственного боссаного краба. Всё. Если не дадите меня убить, я накидаю свои 9 тысяч дамага, и мы победим. Они нас уже принялись высвечивать, вы посмотрите, а? Нет, нет предела, нет предела этой наглости. Я тоже могу в ответку понакидать световых, типа мне до усачки интересно, где-то у них арта стоит, что я вот сейчас прям непременно её с другого конца карты завали. Это больше такое психологическое. Знаете, как Александр Невский говорил, у нас была с ним психологическая борьба. Роман. Есть это фильм или книга «Роман с камнем», а это «Роман за камнем». Хе-хе-хе. Так, ну чё там, кидать камнем. О, леопардик, зашибись, давай. Всё, понеслась, понеслась. Отрабатываем леопарда, отрабатываем. 200 урона критом. Ёп твою ж налево. Ну что за арта такая? Чмырдяйская. Вот паладин кританул этого Абрамса на 460. Здесь 220. С критами 220. Ну чё это, блядь, за фугас такой 150? Какого? Пятого, да, миллиметров? Пиздец, 150... У того 155 миллиметров фугас, и у этого 150, но почему-то у того урон охрененный у фугаса, а у этого, блин, никакой. Как так? Чё, фугас-фугас урозит теперь? Разный тротиловый эквивалент, блядь, какой-то что ли лежит, или чё? О, как они подружились тут. Мы друг дружку, блядь, деньги в кружку. Отлично, стойте так, пацаны, стойте так. Это было так прекрасно. Вы так хорошо смотрелись вместе. Две плюхи, 700 дамага. Чуваки, когда играете на танках, тритесь бортами друг об друга. Это, во-первых, выглядит по-гейски, во-вторых, по-вам, так классно кидать. Сейчас я с 90-го облуплю всю его, блядь, броню эту, демоническую. Ой-ой-ой-ой. Кто-то на форум сейчас вайнить пойдёт. И писать мне в чат, что я артошлюха или что-нибудь такое. Конечно, это же я виноват, что ты, блин, нихуя не можешь встать за укрытие, а стоишь посреди улицы. Так, оп, кто-то лопнул. Наш лопнул, естественно. Ну, кто бы сомневался, точно. Сегодня день несчастливых команд для пазика. Не день бэкхама, не день пазика. Снаряды вроде летели одинаково, но, в общем-то, мой накинул. 240-го. Ага. Ага. О, как, да? Ничего себе. Ничего себе! Кто-то всё-таки на 90-е начал выражать свою. Оп! Заднюю нахрен надо? А вот и крабик едет, смотрите. А вот и крабик. Только что-то крабик. У крабика один хелс. Сука, смерть крабу. Где ты, сволочь? Как так-то, блядь? Куда он делся? Сука, опиздал, а? Он ещё жив. Ай-яй-яй-яй-яй! Куда арта стрелять? Не, не сюда. Сучка, это был её третий выстрел. Сучка, успела разрядиться. О, хит! Хит! Хит же здесь! Хит с нами! Ах, 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 как мне нравится это делать. Давай, взорвим мою укладку. Чёрт. Ну где дамаг-то? Ну, 3000, вот пазик, наконец-то, уже накидал. Кое-как, блин, с горем пополам. С какими-то, блядь, критами маломощными. 210. Ну, ёпта, что за прямое попадание артой? Ёпта. Ой. Ну, три плюхи, 700 дамага. А чё? В принципе, годнота. Годнейшая годнота. Да-да, я знал, что настало твоё время сюда, сюда, сюда кидать. Всё. Закончил. Ну, да что ж, почему же ты не помер-то, а? Тихо, 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 тихо. Странно, что снаряды не сюда летят. О-о-о. Ёпта. Так вот, что ты пятишься. Я постараюсь спасти нам жизнь этим дымовым снарядом. Но ничего не обещаю. Ой. Всё. Кончился эмэсик. Эмэсик. Но... Я хочу сказать, что мы всё равно здесь в жопе. Тут как бы... Кричи, не кричи уже. Команда слилась. Я сделал всё, что мог. Блять. Да, тут, конечно, в город на арте стрелять... Ни с чем не сравним моё удовольствие. Девятый слив подряд пишут в чат 90мс. Конечно, нету никакого соединения статы. О чём вы говорите? Череда сливов в совпадении и не более. Здесь вот этот камень стоит, вот как, блять, специально, чтобы на арте не простреливать эту улицу. Опачки. О. Нахрен 90. А тут же есть хитс. Чё вы там, блять, мне в группе пишете? Кто мне срёт в комментах? На, нахуй. Ай, дело принципа. Да-да, светите, хоть обсветитесь. Нашу броню пробили. Ай, попал, ай, молодец, ай, красавцы. Пошли в жопу. А, 5000 дамага накидал, всё равно. Конечно же, это ничем. Кому там, ну, дамаг ты посмотрел, ну ты лох. Понятно, сейчас. После боя начнётся выяснить, а кто чё сделал? Ради, а, кто чё сделал для хип-хопа? Как элитно смотрится. Серая, серая арта. Непонятно, зачем арту-то красить. Ну, получи ты свои 3% камуфляжей, чё тебе это даст? На карте, типа, будешь незаметен после выстрела. Прямыми наводками по 220 дамага, да? На это больно смотреть, на самом деле. Мне кажется, что разработчикам надо не только балансить арту по отношению к танкам, но и между собой. Потому что 2000-й пазик, ну, он сосёт у паладина просто со страшной силой. Как и акация, у пальмы. То есть, ну, слишком вот, вот та ветка, которая, скажем так, более, более советская. Гвоздика, акация и пазик, она какая-то, ну, блядь, она намного хуже, чем вот этот М109 и так далее. И до самого паладина. Там просто вот даже по среднему дамагу, если у меня всю эту арту сравнить, видно, какая и насколько ложь. Но всё-таки 5000 дело сделано. 5000 на арте накидал. Не знаю, чё тут. Ничего, короче, для арты катастрофичного не случилось. Да, она стала подольше заряжаться. И, в принципе, если вы попадаете в бой, где... О, МС-ки наши красавчики по нолям. Если вы попадаете в бой, где команда говно, то раньше вы могли успеть что-то накидать. Теперь, скорее всего, вы ничего не успеете накидать в бою, если команда к вам кого-то попустила. Но если команда держит фланги, если вам позволяют обрабатывать врага, вы всё равно дамаг свой сделаете. Вот и всё. То есть, что нерфили, что не нерфили. Ну, в принципе, да, перезарядка теперь стала божеская, конечно. И барабан теперь не перезаряжается 3 секунды. Между выстрелами 3 секунды и барабан за 3 секунды. Понятно, где логика была. Теперь от паладина можно успеть починить гусеницу и отъехать от его следующей плюхи. То есть, арта не может теперь держать на гусенице, как я понимаю. Хотя, чёрт его знает, смотря какой ремонт у кого. И смотря как паладин прокачан. Ну, в общем-то, короче, для арты, по большому счёту, можно сказать, что никакой катастрофы не случилось. Вот, я ничего такого не вижу, что... Ну, у паладина у меня за эти два боя средний дамаг, допустим, вырос. Ну, у пазика 2000-го дамаг мой, естественно, соснул, потому что и пазику сегодня дико не везло. В общем, пишите, что как у вас по ощущениям. Будете вы войнить про артуни. Будете... Чё-нибудь там жмите, чё-нибудь там пишите. Адьё. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok